Значит, речь идет о том, как нам правильно организовать объединенный чемпионат между Россией и Украиной по футболу. Я откладываю всевозможные предварительные рассуждения, зачем нам это нужно. Замечу, что на сегодняшний день не существует, по крайней мере, я нигде не видел схемы, как их правильно объединить. В чем здесь является главная проблема? Главная проблема в том, что УЕФА к этому относится чрезвычайно отрицательно. Она всегда говорила, что одна страна, один чемпионат. Никаких объединенных чемпионатов быть не может. Для наших клубов, российских и украинских, очень важно сохранить свое собственное представительство в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. То есть, если мы делаем обычный объединенный чемпионат, то, скорее всего, мы это представительство теряем. А сейчас у нас играют 6 команд от Украины и 6 команд от России. Это достаточно много, это большие деньги, это места в Лиге чемпионов. Насколько я понимаю, сейчас у нас два места в Лиге чемпионов от Украины и от России. Вот схема, которую я собираюсь предложить, она позволит проводить объединенный чемпионат, при этом сохранить чемпионат России и Украины. И, кроме того, сохранить все места в Лиге чемпионов и Лиге Европы, УЕФА. Что предлагается? От России и от Украины присутствуют по 8 команд. Чемпионат проводится в два круга. Первый круг – это осенняя стадия. Тогда российские клубы играют только с украинскими. Вторая стадия – это весенняя стадия, условно говоря. Тогда украинские команды играют только с украинскими, а российские играют только с российскими. Соответственно, в осенней стадии будет 16 игр, в весенней стадии будет 14. Если весна слишком коротка, то часть игр можно перенести и на зиму после осенней стадии. К чему это приведет? Ну, во-первых, у нас будет сохранен украинский чемпион и российский чемпион. Представьте себе российский чемпионат. Легко понять, кто тут входит. Ну, условно говоря, 4 московских клуба – это только клубы. Это «Зенит», это, скорее всего, «Рубин» и, скажем, 2 краснодарских. Никаких кавказских команд, никаких «Уралов», никаких слабых команд нет. Чрезвычайно сильный чемпионат. Относительно украинца тоже. Если там остается всего лишь 8 команд, то уровень чемпионата, безусловно, возрастет. И они избавятся от своей проблемы, которых гложет постоянно тем, что часть команд находится либо в банкротном, либо в предбанкротном состоянии. Вы знаете, что киевский «Арсенал» в этом году снялся чемпионата. Вот. В результате к нам добавится вместо игры с «Томи» и с какой-нибудь там «Уралом» для «Зенита», добавится, скажем, 2 игры с «Шахтером», 2 игры с «Динамо» «Киевом». Это прекрасно. А «Томи» и «Урал» как все уже в первую дивизию? Нет, «Урал» играет в «Шахтере», «Томи» и в первом дивизионе, да. Ну, для примера. Нет, ну а куда идут все эти остальные команды, которые не войдут? А, все остальные, кто не войдут, они будут играть в первом дивизионе. Они будут играть в первом дивизионе. Ну, они-то согласны? Ну, а кто их спросит? Кто спросит «Томи» и играть? Или «Терек» Грозенский. Ты фактически делаешь три чемпионата. Один чемпионат в России, один чемпионат в Украине. И один объединенный, да. За счет того, что в некоторое количество команд, он просто попросит спуститься ниже на ступень. Да, конечно. И у нас, получается, среди восьми команд, Кубок страны еще сохраняется. Шесть команд, получается, играют в Кубке УЕФА и в Лиге чемпионов. И две команды вылетают. Про две вылетающие команды всякий раз в год. Я полагаю, что они вылетать должны не по матчам чисто украинских команд и чисто русских команд, а должны будут вылетать по общему результату. Это сделает чемпионат более предсказуемым, более интересным. Кроме того, у нас, представьте себе, в осеннюю стадию каждый раз встречаются восемь русских команд и восемь украинских. Это само себе поинтересно. Ничто не популярное в интернете, как хохлосрач, так называемый. И здесь получается, что на протяжении 16 туров у тебя все время будет дуэль. Которые должны брать только две команды, фактически, нет? Почему? У них металлист, неплохая команда, Днепр. Если они наберут эти восемь команд, не получится? Они восемь наберут, да. Что из восьми точно такие же будут уровни у Танитова? Ну, не получится, потому что как минимум какой-нибудь Урал и Керек будут заменены на Динамо, Киев и Шахтер. И металлисты Днепр вполне приличные команды. Поэтому... А вот этот чемпионат, он не объединенный, не будет ли он просто символическим чемпионатом, не имеющим никакого значения для команды? Не будет ли они просто там отбывают срок? Сами футболисты к этому относиться не будут ли так? Эта опасность такая есть, именно поэтому я предлагаю сохранить вылет двух команд по результатам всех этих игр. Кроме того, конечно, первый сезон это возможно, но мы можем проводить всякие дополнительные игры. Ну, одна из них не игры, а призы. Ну, одна из них это, скажем, Кубок наций, который будет влучаться по результатам команды, украинских или российских, которые наберут больше очков. Потом будет у них чемпион осеннего чемпионата, когда украинцы встречаются только с русскими, а русские встречаются только с украинцами. И потом общий чемпион. Это будет достаточно интересно. Просто такая табличка как бы из двух частей, даже из большего, она практикуется, скажем, в НХЛ, то есть в национальной хоккейной лиге, то есть в канадском-американском. Там у них все разделено на конференции и на дивизионы. И это тоже смотрится интересно у них. Кто будет финансировать все это дело? Спонсор уже давно определен, это Газпром. Они собираются миллиард баксов, например. А почему они сделают то же самое, но на базе бывших советских республик? Потому что у нас ситуация такова, что во всех бывших советских республик нет сопоставимых команд. Динамо, Дениси там. Нет, нет. Уже не может? Нет, это все уже неконкурентоспособные команды. Это у... Кто будет спонсировать команды, кто платить игрокам? Уже было известно. Да нет, это как раз найдутся. Там же реклама, эфирная... Нет, собственная фирма будет содержать те команды, которые и сейчас люди содержат. Они будут содержать. Главное, чтобы это престижно было. Это будет дополнительная нагрузка. Почему будет? Ну, отсеется же, команды же какие-то отсеется. Это не дополнительная нагрузка. Игр будет столько же. Игр будет столько же, но уровень их сильно возрастет. Да, просто отсеется слабая команда. Потому что представьте себе, что в наш чемпионат добавляется хотя бы не Харьковский Металлист, Шахтер и Динамо Киев не считают все остальное. Наш чемпионат. Уровень их возрастет. А для украинцев сейчас серьезная проблема, что они на высшую лигу не могут набрать команды. Сколько он статус этот чемпионат не будет иметь? Ну, в смысле, в мировом рейтинге, там, UEFA. Смотрите, то есть Украина и Россия таким образом возвращаются к той ситуации, которая действует в Шотландии. Где вот так работает по 8 команд в 4 круга. Или там 10 команд в 4 круга. Вот где-то к таким играм. То есть у нас получается, что внутрироссийский чемпионат, а не украинский, это чемпионат восьми сильнейших команд на сегодняшний день. То есть у них возрастет само по себе. И кроме того, вот эти будут боксинг-дни Украина-Россия, которые приведут нас, что будет само по себе достаточно интересно. Но тут еще и политические значения имеют, что это как-то может объединить все-таки две страны. Ну вот единственная недостатка, которую я вижу, что подобный чемпионат на самом деле не объединяет две страны, а разъединяет. Почему? Ну потому что представь себе, что у тебя 16 туров, когда русские играют против украинцев. Иногда она побеждает наши, иногда побеждает украинцы. И все остаются нормально. Но тем не менее это будет противопостояние между русскими и украинцами. А сейчас у нас есть противостояние отечественных команд. Согласитесь, что многие люди будут болеть именно за это, что есть противостояние между украинскими и русскими. Очень многие люди, которые сейчас не смотрят в футбол, тогда его смотреть будут. Потому что им будет интересно, ах, наши русские, наших этих украинцев сделают. И наоборот. Вот это будет, то есть он будет в этом смысле политизирован больше. А надо этого как-то избегать? Ну я не знаю, с одной стороны это будет действительно разделять две страны, а не объединять их. А с другой стороны... Общее дело будет на самом деле. Да, а с другой стороны оно действительно привлечет значительно больше болельщиков. Особенно это важно для украинцев, для них аудитория возрастет в четыре раза. И для украинцев эта аудитория будет гораздо более богатой, безусловно. Да, а другое дело, что, Влад, что твое возражение, оно возможно, тогда начнется более активное перетекание между богатыми русскими и бедными украинскими командами. Быть может, действительно, есть плохая вероятность того, что украинский чемпионат, украинские команды скатятся на уровень нашего Урала или что-либо еще. Но сейчас они по таблице УЕФА, чемпионаты примерно равны, как говорят. Правда, другие говорят, что у нас больше сильных команд. У нас, может быть, уровень топ-командов, то есть чемпионат, чемпионов, не сильно превосходит Шахтера, а может, и вообще его не превосходит. Но с другой стороны, у нас все-таки 6 команд было чемпионами. Но у нас непредсказуемо чемпионов. А у них было 3 всего за все время, 3 чемпиона. Да, у нас непредсказуемо. Первая была Таврия в первый же сезон, а потом были только Динамо Киев и Шахтер. Последние годы у нас все Шахтер. Все прочее. Ну вот, если не считать Динамо Киев, которая вроде бы в прошлом сезоне бронзу взяла, после Харьковского Металлиста, но всегда была вторым в последние годы. То есть вот это так. Ну и чемпионат станет интереснее. Ну, если он объединится, то это будут чемпионаты, и по количеству денег, и по интересности матча вполне конкурентоспособны с большой четверкой. Но есть же прецедент в хоккее, да, где на самом деле... Да, где у них нету федерации, которая против этого противится. Нету престижных кубков. Ну там же уже Латвия, по-моему, играет. Да, 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 там шведы собирают. Собирались делать и этих швейцарский клуб туда запустить. Не знаю, запустили, не запустили. Собирались сделать итальянский один клуб, создать. Не, ну это было бы, конечно, здорово, потому что и в футболе, и вообще в хоккее всегда, когда конкуренция повышается, и сама зрелищность увеличивается. Да, представьте себе, во время, что одного, грубо говоря, сезона, Зениту надо будет дважды сыграть весной со всеми московскими клубами. А в осеннее время у тебя в соперниках и будет и Металист, и Шахтер, в принципе, очень, Динамо Киев. Это действительно поднимет этот авторитет, всякая, и эту ситуацию. И самое главное, мы сохраним представительство. Не знаю, будет мериться с этим UEFA или нет, но представьте себе, что от этого чемпионата 12 команд будут выходить в Евролиге всевозможные. Но они могут какое-нибудь придумать тут, на самом деле, такое? Ну, с другой стороны, они не могут ничем, чем нас обвинить, потому что проводится и украинский чемпионат, и российский. Да, я говорю, что... Он же проводится, а то, что они осенью играют между собой, эти две клубы, то это, значит, такова... Это статус товарищеских матчей, фактически. Да. Можно рассматривать. Ну, они могут ему придавать статус товарищеских матчей, главное, чтобы наши не придавали. Присловно, первые годы вполне возможно, что будет халтура определенная. Но когда будет понятно, что команды вылетают из высшей лиги, по две команды с украинской и российской стороны, по результатам общих, по результатам всеми всех игр, то тут уже не забалуешь. А представь себе ситуацию, шесть команд играют в Еврокубках, а две команды вылетают. То есть у вас нету болота, представляете, да? У вас нигде нет болота. То есть русские, как всегда, самые хитрые, получается, и украинские. Нету нигде болота, у тебя все игры принципиальные. То есть нет такой серединки, когда какой-нибудь Ростов набрал сколько-то очков и понимает, что в этом году он не вылетит. Он, конечно, не выиграет. Он будет там после восьмой. После этого эти очки часто продает, допустим. Он берет, продает людям за деньги, которым они больше нужны. А здесь у тебя все игры станут принципиальными. Потому что, если ты, например, полагаешь, что по осени, что украинская команда может продать очки российским зачем-то, она продать их может, но очень может показаться, что по весне, под конец весны, именно этих очков проданных ей будет не хватать, чтобы сохранить прописку в высшей лиге. А там между высшей лигой и первой лигой будет сумасшедшая пропасть. По деньгам и по всему прочему. А в Беларуси это футбол не развит? Очень слабые. Слабые команды. Их мало. А они тоже проводят чемпионат? Да, у них свой чемпионат, но что там в стране 10 миллионов человек нет? Ну, они там бывают. Мне просто странно специализация. Беларуси хоккеисты, там, украины футболисты. Там как-то странно. Почему это так? Ну, Беларусь это не особо на их хоккеисты. Ну, так все-таки они выставляют команду. У них там из спортсменов только Дарья Домовичева одна. Не, ну, сам факт состоит, что они выставляют. Ну, так и все. Полноценную команду начали. Да, тут весь народ смеялся. Вчера была индивидуальная гонка по биатлону. И андоррская спортсменка обошла всех российских. Спортсменка из Андорры. Все выступили хуже ее. То есть даже Андорру выставляют. Ну, она там француженка, на самом деле. Но к ним не попавшая в собственную команду. Но она обошла всех. Я думаю, в белорусской хоккейной команде тоже играет, наверное, российский. Ну, да. Но интересно, что российские хоккеисты, ой, белорусские хоккеисты, они в континентальной хоккейной либе все проиграют. По сути, в российских командах нет никакой разницы. Вот. А вот эта моя схема, она, я считаю, что она замечательна, потому что запреты УЕФА позволяют обойти. С другой стороны, резко усилить наш чемпионат, что он войдет в большую, там, четверку. То есть, кстати, выгодно всем. И телевизорщикам выгодно, и владельцам команд выгодно. Да, да, да. Я называю это... И зрителям выгодно. Боксинг-дэй. Да, боксинг-дэй. Потому что в любом случае они получают суперинтересные игры по весне, когда украинцы бьют с украинцами, русские с русским. Команды. И плюс они получают вот такое политизированное шоу 16 тулов, когда русские встречаются только с украинцами, и украинцы встречаются только с русскими. Вот я предлагаю, господа, вдруг меня кто-то услышит из сильных миров всего, имеющихся свои какие-то деньги, что-либо и возможности. Не думаю, что Валерий Газаев обо мне узнает когда-нибудь, который возглавляет этот комитет победенного чемпионата. Но вот такую штуку создать было бы очень интересно. Попытаться. Попытаться. Это было бы супер. Все бы выиграли, на мой взгляд. Проиграли бы только топ. Самое главное, простая идея. И легко реализуем. Да. Топ-клубы в Европе проиграли, потому что неожиданно у них под носом на простом месте возникал бы крайне сильный чемпионат, способный конкурировать уж точно с чемпионатом, превосходить чемпионат Франции, безусловно, и конкурировать чемпионатом, допустим, Италии современным. Это, согласитесь, здорово. Обойти итальянцев, вселечь своего чемпионата, более интенсивных игр, это было бы здорово, конечно. Ну все, спасибо.